В условиях блокировки, в том числе и некоторых мессенджеров, актуальным становится вопрос поиска альтернативных решений. И таким альтернативным решением может стать, например, Session. Это мессенджер, который ориентирован на безопасность и анонимность. Самое интересное, при регистрации не требуется номер телефона и адрес электронной почты, что делает его более приватным. Доступен он во всех магазинах приложений, поэтому просто скачиваем и устанавливаем. Сначала он предложит нам создать аккаунт или войти с существующим. Создаем и вводим имя, которое будет отображаться у ваших собеседников. Далее два режима пуш-уведомлений. Быстрый, с использованием сервисов Google или конфиденциальный. В первом случае оповещения будут приходить оперативно, но Google будет знать, что кто-то что-то вам прислал. Сам факт отправки, но без подробностей. Во втором все приватно, но проверять наличие уведомлений Session будет в фоновом режиме время от времени. Выбирайте, что вам важно. Теперь самое главное. Сохранить пароль восстановления. Вверху горит специальное уведомление. Этот пароль вам нужен для того, чтобы входить в аккаунт с разных устройств, ну или с вашего, если вы вышли из аккаунта. Поэтому рекомендуется сохранить его в каком-нибудь безопасном менеджере паролей. После того, как спрячьте его, он доступен не будет. Теперь посмотрим, что же есть в настройках аккаунта. Самое главное – ваш ID. Именно он позволит вам общаться в мессенджере. Его можно скопировать или быстро отправить. Правда, уже более привычными способами связи. Если вы находитесь рядом с тем, с кем хотите начать переписку, жмите на QR-код и сканируйте. Маршрут. Мы говорили о децентрализации. Единого сервера нет, IP скрыт, и здесь можно укрупненно посмотреть узлы, через которые идут данные. Если нажать «Узнать больше», то можно почитать про луковую маршрутную сеть подробнее. О, прям в реальном времени меняется. Пункт «Конфиденциальность говорит сам за себя». Здесь можно покопаться в настройках. Обращу внимание только на то, что именно тут находится ползунок, который активирует звонки, в том числе и видео, правда пока в бета-версии. E-Session предупреждает, что IP будет доступен абоненту и сервису разработчика. Также можно настроить уведомления. Например, выбрать, чтобы не отображалось ни имени, ни содержание. Ну и настройка оформления. Как же без него? Есть несколько цветовых тем на выбор, оставлю океан. Тут же находится пароль, пока вы его не скрыли, возможность отправить другу свой ID и пункт «Очистить данные». К нему мы еще вернемся. Как начать общаться? Тут все просто. Жмем на «плюс». Можно создать общую группу, у меня, правда, пока нет контактов, и, собственно, отправить личное сообщение. Для этого понадобится ID того, с кем вы хотите связаться. Чуть подробнее. Его профиль не будет отображаться до тех пор, пока он не примет запрос на переписку. Даже имени его не будет видно. С другой стороны экрана это выглядит примерно так. Поступает запрос, вы видите, кто вам написал, можете либо принять, либо сразу заблокировать незваного гостя. И вот, когда вам ответили, тогда уже отобразится профиль. Сам чат мало чем отличается от привычных мессенджеров. Посмотреть все отправленные файлы, поиск, включить исчезающие и скопировать ID. Тут, конечно, вопросики. Получается, можно делиться контактом собеседника. Также на месте отправка всевозможных файлов Есть база гифок и стикеров. Правда, метаданные до конца не защищены. Какая прелесть. Кроме того, есть возможность записывать голосовые, просто зажав кнопку микрофона. И позвонить. Об особенностях бета-версии уже говорил. В разделе сообщений, если нажать на поиск, откроется заметка для себя. Для тех, кто любит отправлять что-то себе. Она потом будет отображаться в чатах. А теперь к самому противоречивому. Пункт «Очистить данные». Тут есть две возможности. Очистить только на устройстве или на устройстве и в сети. В первом случае вас выбросит на главную страницу, и если вы не сохранили пароль, то больше уже ничего не сделаете. Только новый аккаунт. Если же введете пароль, попадете обратно. По сути, как кнопка выхода. Только вот оформление не сохранилось. Если же выбрать второй путь, то вас также вернет на главную страницу мессенджера. Но после ввода пароля уже ничего не будет. Даже отображение имени. Но есть нюанс. У собеседника диалог останется. И если он напишет, вам придет как новое сообщение. Вот так это выглядит с другой стороны. О, а уведомления о скриншоте присылаются. Это хорошо. Но есть еще одна история. Если у вас будет параллельно два сеанса на разных устройствах, то сотрете вы аккаунт только на одном. На втором устройстве все сохранится. Поэтому, если вы хотите исчезнуть, удаляйте диалоги и внимательно относитесь к тем устройствам, с которых входили. Лично для меня, к сожалению, в большинстве случаев вопрос приватности и безопасности мессенджеров вообще никак не связан с удобством их использования. Главное – найти тот способ связи, который станет для вас идеальным компромиссом. Что это будет? Тут выбор только за вами. На этом все. Пожалуй, самое главное в современном мире – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков – Теплица социальных технологий.